Всем привет, у нас сегодня в выпуске Enchantress играет на этом героя Сейв. Всем приятного просмотра, у него, кстати, ранг топ-3 на момент записи. Нормально так ПТСиков поднял, возможно, хочет топ-1 и в какую-нибудь противеньку, наконец-то, потому что Сейв очень-очень скилловый игрок, но, к сожалению, после Virtus.pro его карьера застопорилась, на баночку он присел, вот, и катает матчмейкинг, апает ПТСы. Классный игрок, но вот что-то как-то с карьерой у него пока что не ладится. Почему не берут его, вот, может, ты ответишь на этот вопрос? Не знаю. Почему никуда не берут, может быть, какие-то контрактные обязательства, может быть, он понил предложение от не очень крутых тим, а другие команды хорошие уже укомплектованы перед интом. То есть на International он, ну, точно не поедет, вряд ли он пойдет в какой-то стак. Так, тут у него вайпер на линии. Опрокинули станчик, слушай, это будет очень неприятно. Вайперу еще один импетус, вайпер переоценил себя, отличное вино матоманки и кинга, и забираю. Плюс скилл. Хорошее начало для ничей. У него на ничей, сейчас посмотрю, у него на ничей 70% винрейт, и сейчас у него винстрик из раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть побед подряд. А, ну, он, в принципе, почти только на ничей играет. Вот, он будет показывать мастер-класс. Сейчас он на оффлайне, но в целом он играет и на четверке тоже, и тоже очень агрессивно и много фармит. Вот, в целом, я думаю, что у врагов неплохая линия. Медуза хорошая против чистого руна и защита, который блокирует дэмэдж, но на линии будет тяжеловато. Пошел размен. Бедный вайпер пришел выиграть линию. Сейчас тоже вот просто засилие этих вайперов. Они в каждой катке, и на пятерке, и на тройке. На пятерке выигрывают постоянно свой лейн. Ну, а что ты сделаешь, когда к тебе козочка пришла? Натоптала на тебя. Хороший выбор получается. Не зря он на ней играет. Интересно, когда он ее пикнул. Давай посмотрим. За фу пешил он ее, да? Нет? Он ее пикнул во второй стадии. Вместе с тинником. Медуза вообще была на ласпик. То есть он на медузе видел свою линию. Но знаешь, если так предположить, то вайпер, учитывая, что он сильный лейнер, он хорош против инчи. Закликивает ее, по игре отключает ей пассивку. Там ультимейт работает. В целом можно в эту игру играть. Медуза тоже по игре вроде неплохая. И хочу обратить внимание, что у врагов очень плотный пик. И вот если бы не инчату, может быть даже урона по ним не хватало. Медуза, Doom, Алхимик. Вот Алхимик и Медуза. Это прям такие плотные-плотные персонажи. Ну, смотрим дальше. В общем, геймплей простой. Просто закидываете импетусами вражеского героя и по ситуации качаете либо хил, либо крипа. Тут уже как пойдет. МК-саппорт по твоим чертежам. По чертежам на самом деле многих игроков. Раньше прямо даже мета была. Тундра очень много играли. Team Spirit играли. С манкетингом и найти в том числе. Пошла палка, пошло замедление. Он нажимает телепорт под вышку. Слушай, они не пойдут ли за ним? Правильно сделал, что ДП нажал. А ведь если бы не нажал, БТП слишком много бы замедления было. Плюс у ничей был второй скилл. Так что тут не угадаешь. Нормально так импетус. В двоечку уже. Как же они развалили очень жестко на старте. А с инчой никак иначе. Ты знаешь, ты ходишь против инчей, то же самое, что ты приходишь против какого-то вайбера на линию. Сейчас такие вилл-флинеры очень популярны. Либо ты стоишь линию против даунбрекера Марси. Тоже Unreal стоять. И вот вопрос, кто будет хорош против инчей? Есть у тебя какие-то... Такие... Не знаю. Может Урса какой-нибудь? Урса? Да, мне кажется, что Урса всегда будет 0 хп на линии. Его просто будет просаживать. Я вообще не считаю Урса сильным лайнером. От старта, конечно, зависит. Вот первая пачка очень важная. Да, возможно, просто два сильных героя, которые могут пойти и убить инчу на первых пачках. Хоть хаус-найт плюс... Да, которые просто ее могут закликать пойти. Да, да, да. Но у нее и МС много, 320 без ботинка. Ну, в общем-то... А кто... Может кто-то доджить импетусов постоянно? Нет у меня предположений. Ладно, кстати, будь хорош. Ну, не знаю. МК, конечно, может. Он там МКД слишком большое. А, в смысле, я с МСЧИФом, да? Да, да, да. Ну, вообще, это нормально. Это может быть не так плохо. Хотя бы что-то ты... Ну, в целом, МК прикольно то, что он регенит с там на линии через пассивку. Ну, да, да. С маккетингом и сильным сапом можно постоять. Еще раз забираю. Тут вайпера. И давай, наверное, пробежимся по способностям. В комментах нам писали. Спасибо за то, что мы обилки озвучиваем. Может какие-то фишечки будем подмечать тоже. И просили, чтобы мы подряд четыре разобрали. Поэтому первый это импетус. Его можно ставить на автокаст. Можно просто нажимать клавишу Q и на врага. И вы получаете с домашним чистым уроном от дистанции, которая между вами и вражеским героем, которая пролетает... Которую пролетает импетус. Вот. Чем больше уровень способности, тем больше урона и тем меньше перезарядка. На последнем уровне перезарядки вообще нет. То есть вы просто спамите этими импетусами с чистым уроном, который игнорирует броню и резист. Тут нападение на Медузу. Слушай, нормально так он огрызается на Медузе. Ну вот он, хил. Фуллмана заканчивается. У Медузы еще есть Мангус. Хорошая палка по двум героям. Да. Андрею что-то сделать, конечно. Еще и хилл герой из-за медления и крипа может взять. Ну вот, собственно, по следующим способностям. Второй скилл приманивает крипов. Его немножко резали в последних патчах. И не всех крипов можно приманить. На первом уровне максимальный уровень крипа 4. То есть какого-то там троллята не возьмешь. Шишку не возьмешь. Можно брать голема. Ну таких, то есть, средних крипчиков. И этот скилл замедляет вражеских героев. То есть можно использовать как возможность больше времени побить покеру. Плюс ко всему, в этой способности диспелите все негативные, все позитивные эффекты с врага. Армор Трента, Виндран Берки. Наверное, даже какую-то урну. Астральчики-то всякие. Некра. Да. Да. О, астральчики-некра, и так, кстати, круто. Это прям хорошо работает. И ничего прочесть, экран может прям раздать. Ну, в общем-то, такие хреновины. Хилл все просто. Думаю, она тоже пуржа, да? Когда он землю подрубает. Не-не-не, это не работает. В некоторых способностях, да, написано, типа, можно развеять, в скобочках нет. Дума, скилл она скинуть не может. Хилл тоже все просто. Просто светлички летают, хилят вас, и кто рядом стоит. Если хотите сильнее парыгенеться, то стоите в одинокого. Если же нужно похилить имейта, вы порт к нему подходите, и чтобы кривов рядом не было. И последнее, это ультимейт, замедляет атаку. 120 на первом уровне, 200 на последнем. То есть вас очень сложно пробить от руки, и при этом, когда этот скилл сделали ультимативным, враг даже нажимая БКБшку, все равно ему как бы этот атак спид режется. Поэтому тут ничего не придумать. Ну и пока ленинг, линия стоится, да, ленинг такой. Чего-то против крипов, уже выгнал просто Медузу с линии. Берет ногами. Да, вынес просто. Подписывайтесь обязательно на нашу группу ВКонтакте, ссылочка на нее в описании к этому ролику, а мы вернемся ровно через минуту. Да сколько же уже можно ждать этот боевой пропуск? Вот бы что-нибудь помогло мне скрасить ожидания. Так ведь есть эпик лут со своим летним батл пассом. Выполни все 60 квестов и получи ДК хук, а на 15, 30 и 45 левеле забирай случайную аркану. Плюс вы можете забирать еще больше призов хоть каждый день, просто залетев в ежедневный топ ивента. Кстати, инфа только для наших зрителей. Вы можете получить этот боевой пропуск по ссылке в комментарии бесплатно, а не за 500 рублей. Мало? Тогда лови бесплатный, но временный режим Treasure Hunt. Помоги кунке дойти до сокровищ за 4 хп и забери награду плюс мега сундуки с топовыми шмотками за сделанные шаги. Самое главное в этом деле сквоземлю не провалиться, а так играть в режим можно раз в час, причем бесплатно. Ссылочку на все эти ништячки я оставил в закрепленном комментарии к ролику, там же лежит и промо на 15% и на бонусный пузырек с хпшкой в Treasure Hunter. Возвращаемся к нашей Enchantress, к сейву. Уничтожил линию. ПТ 2 0. А я думаю, что на ничья все игроки свою линию уничтожают. Вопрос в том, что делать потом. Потому что если бы ничья была бы сумасшедшая имбой, знаешь, вот такой прям. Ее бы просто брали бы в каждой игре. Сейчас же ее не берут. Ну так, является в одной из там 20-30 игр на оффлейне. Вот, но... Что-то значит этому герою не хватает. Ну, во-первых, у нее нет контроля. Как у флейнера, да? Она может продавить вышку. Некоторые у флейнера этого не могут. Она может напрячь вражеского керри очень сильно. Но, к сожалению, контроля нет. Поэтому от Тимы нужны стан. То есть, если выбирать и ничью, то смотрите, чтобы воскать об этом ангегингом был со станом. Тинник был со станом. Чтобы что-то такое присутствовало. Играть без станов в доту невозможно, к сожалению. Вот, она не дамажит в БКБ. Это тоже такой весомый минус НЧИ. Первый скилл ее не работает в БКБшку. Но опять же, герой БКБ жмет, ты просто катишь его, хил нажал, ульта работает, бьешь другие цели. То есть тут... Такое все. Очень просто и понятно. Хочет, наверное, сейчас продавить он на Вайпера. У него седьмой уровень, имбеда с 4. Он просто пока что качается. Ничего не придумывает. Не хочет руинить себе игру. Ну, понимает то, что если задавить, какой-то земстепнинц, вот у другов есть зепс, допустим. Против инчи. Магический дэмэдж всегда хорош. Поэтому ничего побаивается на мэджик урона. Блин, как же они много дома. 20% от дистанции. В топе драка забирают одного, забирают второго, скорее всего. Супер. А он просто качается. Нет, он делает ТП. А почему он делает ТП? А потому что зевс тут, он... Кстати, рунный скидывает инча еще второй способностью. То есть руна хасты, которая сейчас под зевсом, и он еще скинет. А, дайте... Только дойти бы. Нет, не получилось. Я думаю, зевса стоит вард, и он стоит на ванпосте. То есть он видел, как инчат эплась, поэтому он контролил в тот момент. Доталово. Где все очень агрессивно себя ведет. Палочка за медло. Пошли их бедусы. Три удара. На последний удар, видимо, он отходит немножко назад, чтобы разорвать большую дистанцию. Дум. 5-6 тычек, и мы уже надумать обязательно инчу. Просто санкер на блейдл дарить. Может, тимик не высыпается. Попытался ударить, тоже не получилось. Хороший пасов синика. Из-за этого инчаниня погибает. Схилл в зойку важен не нажмет, заодно посмотрим, сколько он хп себе порегенит. У него в этом было что-то ипост. А хп? Ну, он фуловый просто будет. Имба. Имба способности в начале игры у инча есть одни из самых сильных способностей. В игре. В общем, каждая. Суммонить крипа, хилиться на фулы. Импедус неэлементированным роном. Сейчас будет кому-то больно. Нужно быстрее в ветки забегать, чтобы инча не могла видеть медузу. Нормально. Вот поэтому станчики и нужны. Просто герои вылетают, и все. Очень неприятно играть вот таким классическим керри против инчи. Я как-то пробовал брать вэрку, но вот против инчандроса. Знаю, что игрок играет на инчу оффлейн, то что он пойдет именно в сложную линию. И вроде как я доджил периодически импедус, но по игре он тебя один раз ловит, скинув твой ведрам, и все, ты погиб. Но при этом на линии можно часть импедусов доджить, как-то размениваться, станчик есть тоже. Повершоп. Потом сольтой можно, в принципе, забирать инчантас. Ну, хорошо. Лютая доминация в начале. На ИЧЕ очень важно, в принципе, на любой роли забирать вот ту часть карты еще, где в теории может вармить вражеский керри. То есть вас убить очень сложно, некоторые пики вообще не могут убить ничего. И вы просто иди, забирайте кач, медуза смотрит и... и ноет. Мыли Алхимик то же самое делает. Помогите. Ну, как-то прогнать, ничего, ну, порой никак. 267 он сейчас потыкнул импетусом. То есть герой 1000 хп умирает за 3-4 тычки. На этой стадии уже. Сразу пику и хочется приобрести. Отталкиваешься. Куча импетусов. Прикольно работает. Dragonlance он еще статы дает хорошие. И дальность атаки, то есть бустишь первый по урону, ловкость есть на скорость атаки. Ты крайне приятный айтем. Лучший айтем. В принципе, сейв в каждой игре покупает себе пику. То есть он не играет на инче, которая такая, саппортничая, он всегда выходит в дэмэдж инчу. Это на пятерке, можно там глиммер, барабаны покупать, форсик тоже. Но опыт показывает, что Эйча. Крутая, когда бьет просто откидки. Одну вышку забрал, вражеский лес, профармил и садится на Митавр. Тут вайбер плата загуливает. Хотел вижен пойти поставить. Ну, конечно, такая точка. Ну, вот Миндузу, если заберут, будет отлично. Миндуза вообще должна где-то Тоби фармить ей за медло. Кентавр вообще расстанял. И, конечно, они будут типать друг друга. У них разлад в команде, жмут смог. Ну, можно было смог не жать. Я думаю, что Зевса, они в Медине идут. Они, скорее всего, просто будут пушить эту вышку. Вряд ли они там пойдут куда-то в тройку. Так что на севе просто будет бить крипов. Немного смысла в этом смоке. Хотя, вот, слушай, НЧА разве виделась? Показалось, в Миде, алхимика они по итогу найдут. Подумал, что раз НЧА в Миде, то не страшно. Отлично получилось. Дума, кинул в стану. Чем дальше бежишь, тем больнее. Оторвал просто 70% ХП в Дума. Вроде был филовый. Тут много стаков, кстати, есть. Ну как, много, но поформить приятно. Тенег сейчас закачает с кайфом. Просто пришел, забрал НШейд. Тут, мне кажется, и НЧА немало дамаж, она уже просто двух больших соло убила. Медуза приходит, слушай, Медуза немножко втанчила урона. Тут тиммейта позади, задумали, что это самый, наверное, правильный таргет для Дума. А он успел, он в хилп успел подрубить, по-моему, да? Нет, нет, нет. Забагалась. Забагалась, он стоит сейчас на речке, потому что у него нейтральный айтем регенит хп на речке. Это Оушен Хард синенький. Параллельно раскачивает хилый суммонинг крипа. Продолжает фармить, постоянно нужно фармить 6200 надворс. АПЛ там шоколад. ПЛу бот открыли, прессингует мид, прессингует. Топ, Медуза пришла фармить. Не, 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 не в этой катке. Он уже не знает, где на Медузе находиться. Последняя тычка. What can you do, так скажем? И топ фармить. Ну а так с виду смотрится как имба, имба-герой. Все так вот начало, когда ты выигрываешь, что-то вообще кайфуешь в катке. Интересно бы сводка было посмотреть, сколько винрейта у героя на оффлейне конкретно. А ну-ка, может быть, можно как-то посмотреть? Виному почти хватило дамеджа, чтобы алхимика забрать. На оффлейне у нее винрейт меньше, чем на четверке. На четверке 53%, на оффлейне 45%. Может быть, игроки просто не знают, как на ничей играть или... Ну есть, наверное, какие-то подводные камни, которых мы просто не знаем. По примеру, эти катки непонятно. Может, просто игроки играют не те. Знаешь, такие решили, ну, поиграю на оффлейне чья просто по приколу. Тут нужно понимать, где тебе нужно находиться. Кратва герой сильный, когда он не может умереть, когда нужно отойти или наоборот погрессировать чуть сильнее. Сейчас он будет, по идее, немножко подпушивать этот тавр. Видно только зевса, медуза выходит на вард. Медуза было видно. Медуза хочет подэфить эту вышку. Снэпка тоже перетягивается. Я не думаю, что медуза тут одна находится. Они все на нее идут, да, она походу одна. Жесть. Курьер правда не долетел, но ничего. Я думаю, что вот на медузе играет или дам 30-й тир медузы. Но мне кажется, что он ласпик на медузу ошибся со своим ласпиком. У него в команде довольно-таки жадный пик. У него зевс в медиа. Здесь такой герой, который поддержит какие-то мувы, сам не будет этим делать. Вот. И у него алхимик во флэне. Алхимик сейчас играет тоже жадно. Может даже играть через радик. Радик там блинг и вот такой алхимик появляется. 33 спамят такого алхимика паник видел много играет на таком алхимосе. Слушай, а что если он форс нет кентавра? Хотел это сделать. Это было прикольно. Нам нужно было сперва форс или он хотел еще какой-то хайлайт замутить, нажать стан на кентавре и во время анимации форс его. Глубоко заходит уже с радиком. Попробую сделать т.п. Хорошо ты не успел. Ювелирный телепорт от теника прям вот туда куда нужно. Доброт на медуза в топе хоть что-то. Так вот он плохо ласпикнул героя. Под вайпер нужно было скорее всего может потом милишника вот просто стал с хаус лайдом они разве не смогли бы разбирать там или тут же ну ладно манкин кого в пике не знаю но кто-то хотя бы кто-то более активный нежели медузка я точно не брал бы медуза в этой игре хотя на бумаге он такой подумал и решил что по ней потом урона не хватит потому что остальные герои не вносят супер много дэмэджа пл против медузы тут двоякая история может и пл выигрывать и медуза может выигрывать что дальше а дальше мульшарт просто вот так взять и купить рейд кликом по раскачке он 0 2 взял чтобы быть еще плотнее медуза беги в том тильте наверное уже он в тройке фармит его убивают то подпушивать его убивает ботфар его убивая страны по моему потратили он не успел бы тп сделать не у него маны нету на ячея просто выключил импетус и добил вот так а так бы если бы он увидел телепорт и конечно цинк это своими покликал он взял себе на сопротивление там альтернатива 20 кмс резист магии я думаю лучше будет тем более у корень и который артефактами будет обрастать это сопротивление она будет больше давать чем больше хп тем больше хп сэкономит тебе талант что если не мундшард вот что еще купить он в принципе все чувствует но я думаю в некоторых играх можно себе это билд через кавиашу сделать и урон и статы и мс брал по моему фейсбян записывали как-то с тобой там ничем было много с большим количеством килов уже преимущество как такового ну типа 2000 алхимик фармит медуза может кондак нет пошли тычки ой-ой-ой-ой ой мисс прокнул так бы забрал петусы печенька помогает тут еще форс не потратить ты упомянул пробить артефакт форстав просто форс от вас цена это ну в общем так цель которую вы выбираете интересный момент произошел тени очень хорошо толстого с пикой вы можете нажать ее на врага и соответственно вы оттолкнулись врага врага толкнется от вас при этом на враге будет эффект пяти атак пике в любую точку карты то есть вы можете нажать пику на врага если его видно выкидывать импедусы с огромнейшей дистанции соответственно носить больше урона с этих самых импедуса талант на 15 уровне 45 урону альтернатива 5 числу светлячков от 3 то есть там 8 будет плюс 5 норма почти в два раза с келлица до 45 урона конечно очень много тут очень ну были ситуации где как бы он почти погибал но не то чтобы этот хилл он пошел был а вот и пика еще крипом по цветил знаешь можно мув нажимать крипом за героем чтобы он следовал постоянно светила вы просто пик и хреначить его милуз забирают топе и ничего не сделать враги 6 строки стоит тварда минча нажимает хилл перед тем как зайти в на увижу пошел дэмэдж позицию суши успел нажать doom просто чтобы здесь а по цели за уже погиб уже в пик окликнулась бы но он добивает просто дух не артефакты применять нельзя и потом аж первым а что если думаете ничего и просто убивать всех остальных ну вот каким-то образом волшебно вроде как неплохой класс ну учитывая то какая огромная энчандра сообщено верно стоит действительно прыгать и задумывая быстро стирать пробовать ну ли либо убивать да ну я просто потому что если допустим не получается ее убить то можно хотя бы задумать идти там уже по своим делам вообще урон руки 200 это не то чтобы мало мучардом если герои которые на такой минусе могут дать от руки дпс а больше наверное нет но утровка может быть какая-нибудь только таким же натворцем имеется то есть 10000 на двадцатой примера у него 12 на 2 строй дрога под вингой была инча под ограм пусть будет я не знаю инча под мара соло конечно наверно никто если учитывать ним петусы конечно слишком много урона пошел а может быть конче нужно добавить вот как раз другую венгу прекрасный план работает как швейцарские часы если бы все так было просто вот они не забирают одну сторону если враги были бы там это игра бы уже закончилась либо если бы они были бы в супертифте но все еще играют и не пытается пробегу но тени в с медузы сомнительно вышел потеют враги у брата очень приятный факт это жабу случае сейчас об этом мы будем расскажем можно под замедлить кого-то не в того-то нажал брата кнопочку или в того как-то миссы очень хорошо будет просто каждый второй дар мисс ушел химик нормальный против венчи и вот так внезапно ты особо не пробиваешь миссы работают на линии он может заряжать колбу под минус армором как-то даже может ничего пробивать на первых пачках у них сильный и он просто сразу поставил себе мкб из-за того что такой вот казус произошел дал столько ударов и столько импедусов никуда по поводу абуза гранаты граната кидайте во врага и враг как под треком баунтихандра его видно даже если он уходит в туман войны вот если накинули гранату нажали пику враг куда бы ни убежал его будет видно из этой пике на километр уже настреливаете он бежит от вас в панике вы все стреляете стрелять полотенника еще крепче к паров лился этого пить у нее сам себе дал туса его геймплей конечно сидит молча матчмейкинг играет будет нынче на варки огонь им видел собирают нынче вот если как-то кучно файт идет у врагов и вы соответственно чувствуете что гоним хорош он нападение слушай не подрубил еще и крипа его хомячили ну за руку да отлично и из infernal blade смог ударить потому что вайпер туда лужица и пассиву отрубают смог замахнуться ударить у него забрали у нее плюют кидают ветки и прыгают на лицо monkey king ты еще рассказать конча в воду аганима что он собственно дает вы получается приобретая горим иметь новую способность у страника споник страника вот и нажимаем на эту кнопку вы отпрыгиваете назад и три цели получают самые дальние импетус и прикольная тема расход маны полтинник ну то есть если кучно враги стоят там нажимаете эту кнопку имперус летят можно давать тычку тут же отпрыгивать и это число плюс чисто урона шарта божай владельцы тремя дополнительными светлячками на то есть она под регеном бегает до пассивных хабарегин у нее видел покупали армлеты и брали шард армлент статы дает забирает хп шардик восполняет это хп непонятно то армлеты регион брали или нет наверно нет я думаю этого хватает но в целом прикольно армлеты 500 хп дает у запасов что враги находят точки соприкосновения с этой игрой забирают теника при том что денег мог просто пойти с командой на мид зевском фумана в него разрядил был просто огромный 16000 творца что у медуза медузы манта почти драгон лэнс и 26 все конечно печенье волкин хабринга бкб разик можно принять файл прыгать есть там по фантому актеру есть немножко урона медуза ультует но зевс не успел порогинить ману а где вообще зевс а он он без телепорта бежит ему сбили т.п. походу на зевсе он без телепорта бежал на базу еще без резов вкб пришлось включить 17 уровень закупается венка бы если не мкб то что в некоторых случаях можно бкб взять доедал для контента доедал луз для урона муншард может какая-то линка поможет вам выживать вот в случаях дума колбы таких жестких таргетных спалов можно много чего покупать из артефактов тот же аганим целом хороший видел блайнер должны чекая шика я сэндж так алхимус успел выпрыгнуть папка могла бы он не медленно бкб налоги там медуза подцепили на 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 сделать ман закончилась ульты нет тп не нажмешь даже если нажмешь ты умрешь и талантовый очень интересные сильные как мне кажется для корень чьи альты альтернатива ульте там талантно что 5 к замедлению атаки и чанс на древних крипов то есть можно призывать им шей либо замедлять еще больше атаки вайпер форс муслов порога с ты тоже можно скидывать он нынче че-то камера отвел нормально закликала лупика там поела подцепили минуса ягис доппель нажал где плохо доппель нажал что просто наболтает и про станет где стопа отменил ладно тоже бежит команда а павел сленку и он бы не смог про станет понятно тогда все там кб совсем чуть осталось в этом рецепт взял себе с копейками взял себе талант на суммонинг эншентов то есть будет брать анши с их способностями каждого инша свои интересные белки но пушить удобно с талантом взял в огромного крипа до банально взял крипа големы на доп хп и всех баф ну или он к следующим айтамом оттач был замедленен так и нужно тогда когда бьют от руки а тут пока что он если получает урон то явно не физический нашли настоящего фантом лансера поел человек переагрессировал просто на финил у врагов такой пик что через 10 минут на равных на творцах он может и не отпустить этот пик возьмет себе шиву медуза купит себе плюс один а этом у нее уже ну вроде как уже это конечно странно звучит но дарим лэнс манта есть и 2000 на руках у тебя убили если ты конечном итоге дойдешь до своих ключевых и в сердце зев сильный doom всегда сильный губик выпадает на него там сливать нажал бкб слушай но все равно очень больно с мкб работает пичкой от руки-то дамажит служил до гост по вайперу не вывозит он один на один на медузе как же он быстро кликает под этим муншардом мкб ловкостью не самый большого героя теперь у него три типа урона это физически от руки 300 вроки мкб 70 и допытак спит еще и собственно импетус это же я собираю на бкб он может по нему дамажить в лентам по 400 каждый скажу на по бабу лапкинта венчу хорошо медуза нажала где майкута чрезмерно очки можно оборотку хотел поддавить но потоку минут за результатима это янча просто кликает и избирает придется бы это цена нынче воня ничья на медузе ой 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 хороший хороший force идеально вообще ббк окей не потеряют браки вообще обставили ббк отстан зепс ума но и алхимик . с парами кажется мог не выбегаться думал что файт будет он если что поможет вот таким теперь он потратил только ты еще голды и сверху после смерти прям крах по этому микки когда герой ббкается после смерти он теряет золото потом тратить деньги на ббк и не дай бог он еще раз погибает и еще раз потеряет золото он один прыгнул задавар дел может типа и нажать на почему-то не нажимает он дает вижу команде команда подходит очень немного маны видит он алхимика послушай хитро кстати на медузе пить кого-то чтобы вы чуточки отлетали и поэтому ничего задумали но он под хилом и чуть-чуть пик он уже не может это смерть в разменно вайпера медузе не приятно вот если бы медуза не погибла бы в этой драки да это был бы хороший камбайк для врагов но увы забирают еще и дума сверху вивер ой 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 теперь он будет пулять чуть-чуть куз дальностью плюс 350 еще сдал магическим ироном это под импедусом под проком мкб но нет хотел дум подумал что может быть доедал узнать чтобы еще крит на эту точку пробовал барак до пушек по идее о ее и заберет же берет а у кого его могут забрать тени отлично прыгает дай тычку выкинь ветку на из пол живет 200 хп тут уже крутят линка сработало замедлил ну копье до пиля не было 2 не успел откатиться байбэк отзыв сам о чем вы бы гнулся тоже лифте добавил скорее всего они не нужно было бы заказа не знаю что не было как сможет он в тильте скипнул зал все майнбрекер будет быстрее бейсальность накладывать только так спида там бедный думки судорожно перекрыть на энчантос это что братик пока башку да докачать совсем чуть-чуть осталось давай что сделай сделаем ставки боятся ли в медузы плюс один слот я думаю или он купить не может что-то купить по-любому у него все равно байбэка нету ну да ультиматор можно взять вместо венблэйса враги нажали смог был мертвый и очень хотят поймать такой тамин когда ничего фармин бкб нашли бабку перед рошанова что если пойти в рошана прям сейчас на ради варианта но пингуют там уже на хорошанчика сейф бежит он к стивой проведет пары хорошие варс сняли с турель будет расстреливать великой то что март взял себе кстати меншин то который допытак спит дает 75 если нажать его на бкб при фаером и уже думал впадлу думаете он про закликивает 1 2 3 вопрос на двух героев убил моментально дуб итогу нажался но ты запоздал дом нужно было жать думу в бкб он замешкался уже медузу разместил и добили дума джи джи им химик мем на скис терял химик бегается понимает что нужно сейчас быстренько крипов распушить но я думаю что это начало конца талант на 25 уровне на импетусы 20 включению от светлячков есть альтернатива есть урон 6 половиной процентов на импетус а есть 20 включению от светлячков то есть вы можете взять себе талант на пятнадцатом на светлячков можете взять шарф и можете взять x2 даже чуть больше усилению откидывает там прям тонна регена будет на скорость таки плен почти максимальная была под этим бафом от гриба алхимик чё за подкачивается понимает то что видимо уже все примут какую-то драку будет бессмысленно бессмысленно что этого игру уже не победить павел пошел под фонтан с аегисом с тараской на вижу нынче ничего немножко подпаснул сам баунами он прерывает импетусы когда-то сайдинг комплексный ну если вы если нича бьет да он мог бы он может просто хотел один анкету чтобы стыкли с максимальным уроном залетел знаешь они не прерывается если это звуки он все ну и трон последняя это к сожалению тут должна была пинка и он не с этим может он чат уже скинуть конечно я хорошо шла в жадные драфты особенно в отсутствие большого количества магического урона тоже когда некому прийти убить эту ничего это тоже классный герой него была халявная линия не смотришь там был вайпер все лучше сделали гораздо с монгитингом и как и ток 18213 кучу дэмиджа если быть точным то смотрю насчет медузы аж плакать хочется 013 это просто тильтованная игра для него но бывает бывает такое 43000 унесенного урона спасибо всем за просмотр всем пока пока